Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции «Что такое Новый Завет?» Когда евреи находились в Вавилонском плену, то из уст пророка Иеремии прозвучали слова Божие о том, что Синайский Завет нарушен евреями, несмотря на то, что Бог оставался верным этому Завету. Книга пророка Иеремии, 31 глава, с 31 по 34 стихи. Цитата. «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вивезти их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. «Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брата-брата и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, «потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомину более». В этой мысли, которую излагает пророк Иеремия от лица Господа, имеется очень важный пункт. Евреи не сохранили Синайский завет, хотя Бог оставался ему верным. Однако это не означает, что Бог откажется от них. Он желает обновить завет. Обновление завета будет заключаться в том, что Бог очистит евреев и очистит тех, кто вступит с ним в его завет новый, от грехов беззаконий, а вследствие этого все будут непосредственно знать Бога. Уже не будут друг друга просить, уговаривать или предлагать «познай Господа», но будут непосредственно знать Бога. В древнееврейском тексте новый завет назван выражением «берит хадаша». Причем интересно, что здесь для обозначения новизны используется древнееврейское слово «хадаша», происходящее от корня «хадаш», который означает «обновлять» или «восстанавливать». Поэтому новый завет в терминологии пророка Иеремии – это не второй по счету, это не другой завет. Когда мы говорим «пришел новый директор», то имеется в виду, что один человек сменил другого. Но было бы неверным думать, что когда приходит новый завет, что он меняет собой завет ветхий, прежний, или, как назовет апостол Павел в послании к евреям, завет первый. Это тот же самый завет, но обновленный и уже изменившийся завет преображенный. Поэтому-то в новом завете уже будет и иное ведение Господа. Это ведение непосредственное. Особенностью нового завета будет то, что люди будут очищены Богом от их грехов. Конечно же, для нас, христиан, новый завет связан с деятельностью Господа Иисуса Христа, который воплотился и предал себя на смерть именно ради того, чтобы искупить нас от греха, проклятия и смерти. И поэтому христианские авторы используют термин пророка Иеремии «новый завет», но, конечно же, в передаче перевода 70, греческого перевода Ветхого Завета, известного также как Септуагинта. В переводе 70 несколько другая нумерация глав, поэтому приведенные слова пророка Иеремии находятся не в 31, а в 38 главе, также с 31 по 34 стихи. И выражение «новый завет» там звучит так – «веофики кэни». И вот это греческое слово «кэни», оно также указывает не на второй, а на все тот же прежний, но обновленный завет. Этот термин используется в Священном Писании Нового Завета в Евангелии от Матфея при описании Тайной Вечери, когда Господь Иисус Христос, перед тем, как идти на крестные страдания, перед тем, как принести всего себя целиком в жертву, уже предлагает себя ученикам. И именно вот эта вот Евхаристия через жертву Христову продолжается и до сих пор во время богослужения в Церкви. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 по 28 стихи. Конечно, через это вкушение происходит приобщение к жертве Господа, которая была однажды принесена за спасение мира, о чем пишет святой апостол Петр в своем первом послании в первой главе, 18 стихе. И очень интересно, что как в Ветхом Завете Бог заключает завет с еврейским народом уже после того, как вывел его из египетской земли, избавил от рабства фараону, так и Господь Иисус Христос заключает завет с верующими в связи с тем, что Он, Христос, освобождает нас от рабства мысленного фараона, дьявола, через свою крестную жертву. Есть и нравственная часть Нового Завета. Она заключается в том, что Господь говорит, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Новизна этой заповеди заключается не в том, что верующие призываются к любви. Такую заповедь знают и Священное Писание Ветхого Завета, потому что в книге Левит, в 19 главе, в 18 стихе говорится, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Но новизна заповеди Христовой заключается в том, что нам предлагается любить ближних, как Он полюбил нас. А Он нас полюбил до смерти и даже до смерти крестной. Таким образом заповедуется любовь самопожертвованием. Интересно, что внешним знаком участия в Новом Завете является как раз приобщение через хлеб и вино телу и крови Господа Иисуса Христа. Поэтому, конечно же, через крещение человек становится членом церкви, но именно через регулярное причастие в таинствах церковных человек является участником Нового Завета с Богом. Завета, который уже превосходит прежнюю еврейскую ограниченность национального характера, потому что Бог заключает завет с каждым, кто пожелает к нему обратиться. Крестный подвиг Господа Иисуса Христа стал центральным событием вообще мировой истории. И, конечно же, поскольку этот подвиг превосходит все мыслимые человеческие деяния, то священные авторы Нового Завета сохранили термин «деофики» для того, чтобы указать на завет между Богом и человеком, заключаемый через Христа. «Деофики» – именно завет или завещание. Очень интересно, как смотрит на этот термин святой апостол Павел в послании к евреям в 9 главе. Там апостол обыгрывает два разные значения термина «деофики» и как завет, когда заключают его две неравные стороны, то есть такое еврейское понимание термина «деофики», пришедшее через перевод 70, а также, с другой стороны, указывает на значение этого термина в древнегреческой литературе «деофики» как завещание, завещание того, кто уже умер, и только тогда оно и вступает в действие. Послание к евреям святого апостола Павла, 9 глава. Цитата. «Он есть ходатай Нового Завета, деофики кэни, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Ибо где завещание, а в греческом тексте стоит «деофики», там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание «деофики» действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Тем самым апостол Павел хочет сказать, да, действительно, договор, как его мыслили евреи, берит между Богом и людьми, заключается сейчас между Богом и людьми через Сына Божия. Но уместен и термин, который уже используется в церковной среде «деофики», потому что умер тот, который составил завещание. Он умер, но он же и воскрес. И через его воскресение это завещание, этот договор является действенным. Подобное понимание термина «деофики» как «завет» входит уже и в христианскую письменность, а через христианскую письменность входит и в нашу русскую литературу, и в наш русский литературный язык. Поэтому, когда мы говорим о том, что понимание термина «завет» в русской среде и в богословской, христианской среде несколько отличается от понимания термина «берит» в Ветхом Завете, мы не можем сказать, что это серьезное искажение. Произошло переосмысление. Началось оно в эллинистический период, благодаря переводу 70, а продолжилось и завершилось в связи с тем, что Господь Иисус Христос, через которого был заключен Новый Завет, умер за нас и воскрес. Поэтому мы используем сейчас эту терминологию, которая и вошла в историю христианства и русской литературы. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова